Крым не построят моста, наверное, построят тоннель, как мы интриговали. Мы здесь интриговали, в результате наших интриг все состоялось. Ты знаешь, что для тебя не было. Но, может быть, недели три-четыре назад я провел какую-то массированную атаку пиаровскую против моста. Я сообщил, что если развитое человечество, в том числе советская цивилизация, которая была, безусловно, выше, чем нынешняя, чем нынешняя, советская цивилизация была несопоставимо выше, чем нынешняя русская цивилизация, не смогла построить мост, и немецкая цивилизация, которая была омерзительна, но технически все-таки довольно-таки обеспечена, немецкая цивилизация не смогла построить мост, то, следовательно, его невозможно построить. Наконец-то, глава Крыма, наконец-то, Сергей Аксенов заявил, что строительство моста на полуостров через Керченский пролив придется согласовывать с Украиной, потому что это касается зоны общего судоходства, в Азовском море, и там есть закон, есть соглашение о судоходстве, и мы не можем строить чертов мост, и это вызывает у меня прилив счастья. Но! Наверное, построят все-таки тоннель. А в тоннеле всегда ты боишься, что там дырочка есть маленькая какая-то. Конечно. И пойдет вода, водится, водится, и тебя захлестнет. Нет, ты, конечно, убежишь. Нет. Нет, ты когда думаешь об этом, ты всегда пути отступления продумываешь, как ты ловко увернешься, все погибнут, а ты один отпрыгнешь вовремя. О чем ты говоришь? Ничего, такой убежденности нет. Я стоял в тоннеле вот здесь, на Варижском, когда патриарх с премьер-министром ездили в Новый Иерусалим. Нас всех загнали в тоннель, как идиотов. Не отсекли на подъезде к тоннелю, как следовало бы. Следовало бы нас отсечь на подъезде к тоннелю, чтобы мы, как скотинка, постояли просто так на улице, может быть, прогуливаясь и рассказывая друг другу анекдоты и посвистывая. Нет, гайцы поленились. Они загнали нас всех в тоннель до одного, там остановили и заставили кушать выхлопные газы. Понятно? И ты точно понимаешь, что если это еще сверху прохудилось бы и какая-нибудь вода бы хлынула бы, то бежать, в общем, некуда, мама. Надо как можно скорее наглотаться воды, как можно скорее. Это надо набрать воздуха и с потоком вырваться наружу из тоннеля. Не в смысле, не в смысле. Тебя просто будет бить об машины, об зеркала, молотить, убивать. Надо сгруппироваться. Топтать будут. Нет, набери воды как можно больше в легкие. И с улыбкой в меркнущем сознании смотри, как все куда-то бегут. Куда вы бежите, товарищи? Вот можно такую фразу бросить. Смотреть уже не придется. Куда вы бежите, товарищи? Нет, несколько секунд у тебя будет. Несколько секунд у тебя будет. Можно смотреть на всех. Мутное изображение сквозь воду, что ли? Да-да, как все куда-то бегут, бегут, бегут. В общем, будет тоннель. И я думаю, здесь уже новая опасность, что он прохудится. Будут докладывать Дмитрию хамса. Сверху будут идти хамса и укры пустят ледокол какой-нибудь специально. Укры, как ты знаешь, они зловредные люди. Зловредные, злокозненные. Они пустят ледокол Ленин какой-нибудь построен на Николаевской верфи. И пустят над нашим тоннелем ледокол. И он разрежет тоннель в тот момент, когда ты там будешь или я. Ничего, ничего, надо поглубже копать, и все. И чтобы вам не промахнуться с местом выхода на поверхность. Строительство тоннеля, заявил Аксенов, представляется более эффективным, рациональным решением проблемы транспортного перехода между Крымом и Краснодарским краем. Тоннель это более эффективно. Послушай, а можно просто насыпать землю? Ликвидировать пролив? У нас есть Кавказские горы, которые ни уму, ни сердцу, ей-богу. В которых шахиды, шахиды всякие, понимаешь? Как-то сделать просто вообще, чтобы не было никакого пролива. Чтобы его не было, понимаешь? Азовское море все равно сохнет. А пролив нужен? Нет. Смотри, пролив нужен. В трубу его положить, вон как у нас. Нет, нет. У тебя нет пространственной геометрии? У меня нет геометрии. В пространственной геометрии в мозге. Пролив-то нужен? Здесь закапываем все начисто. Закапываем начисто. Я говорю, в трубу все это. Не надо никакой трубы. Раскапываем перекоп. И там делаем пролив. А, поэтому спустя. Там делаем пролив. Им надо в Мелитополь ходить или в Мариуполь. Но в любой из этих двух городов, насколько я знаю, там есть какие-то бычки тоже. Значит, они должны в какой-то из этих двух городов ходить по морю. Укры. Пусть шныряют через перекоп. Мы раскапываем перекоп. Раскапываем навсегда перекоп. Землицу перевозим в Керчь. И забрасываем ее в этот самый. Понятно? А, да. От крепости Еникали. От крепости Еникали. Это мой проект остроумный. Я только что о нем сообщил. О предыдущем проекте, который столкнули. Предыдущий там 200 миллиардов рублей. Пожалуйста, я обойдусь половиной. Я обойдусь половиной. При этом понадобится мне только четверть от половины. Все остальное я заберу себе в карман. Понятно? 230 миллиардов рублей хотят истратить. Я беру 116 миллиардов рублей. Из них нет. Хорошо. Я что, 16 трачу на дело миллиардов рублей. Все остальные забираю себе лично. Понятно? Да. Это будет 2 миллиарда долларов. Мне как раз хватит. Я буду в два раза дороже стоить, чем Шварценеггер. Понятно? Я знаю. Значит, смысл. Мы раскапываем перекоп. Внимание. Камазами. Да. От крепости Еникали. Вместо переправы. Вместе переправы. В том месте, где есть переправа. Сыпем землю. Закапываем нафиг совершеннейшим образом Керченский пролив. Его нет больше. Никакого пролива. Никакого тоннеля. Никакого моста нет. Просто. Понятно? Да. Есть просто большая, огромная коса. Толстая, толстая, толстая. Как коса. Без дороги. Рыжей 16-летней девки. Понятно? Толстая коса такая. Толстая коса. Понятно? Ну и слушай. Значит, после чего у нас совершеннейшим образом становится полуостров, меняет очертания. Ведь это легко сделать. Скажите мне, что это легко сделать. Пускай слушать или какие-нибудь... Слушайте, кто инженер? Хоть один инженер. У меня родился гениальный проект, товарищи. Новость вам как раз. Керченская переправа работает штатно. Очередь уменьшилась в два с половиной раза. 7373948. Кто-нибудь из инженеров, скажите, пожалуйста. Мы раскапываем Керченский пролив на Перекопе. И закапываем Керченский пролив вообще в ноль. Вода Дона... Дон, река такая. Уходят совершенно через Перекоп. Правильно? Ну, меняем, короче, конфигурацию острова. Алло, здравствуйте. Сергей, доброе утро. Настя, Ромбон, Москва. Да. В свое время была информация, что вот Роман Аркадьевич покупал огромный щит немецкий, чтобы копать, значит, с Аляски туда вот на тоннель через Берингов пролив. Так у меня и проще поручить по партийной линии... Нет, тоннель нельзя, потому что УКРы запустят ледокол Ленин какой-нибудь, построят ледокол... А глубже брать, глубже, туда, где Хамса не заплывает. Не знаю, потому что УКРы хитрые, они что-нибудь придумают. Не-не-не, поручить по партийной линии... Они будут сидеть там с консервными ножами, будут сидеть УКРы, понимаете? С консервными ножами. Закопаем за два года, как Милин. Зловредные, нет. Давайте закопаем вообще этот пролив, закопаем. Нет никого пролива, понятно? Нет. Это невозможно. Почему невозможно, я не понимаю? Мы же откроем выход воды через Перекоп. Камазов не хватит нас. Да хватит. Итолярхи. Да что за проблема 4 километра закопать, ребят? Да что за проблема-то? Ой, ребят, я вообще здесь не понимаю. То есть строим сначала дамбу, а потом забрасываем землей так, чтобы кругом сады и все на свете, чтобы колосилось все вокруг. Что за проблема-то? Я вообще не понимаю. 4 километра надо закопать. Вы знаете, что в самом узком месте пролив 4 километра всего? Они там мастрячатся построить мост 16 или 19 километров. 19, по-моему, километров. Это потому, что баблос надо куда-то деть. На самом деле 4, нет там 19 километров. 4 километра. 4 километра. Понятно? Алло, здравствуйте. Все, доброе утро, Александр Сергеевич, Москва. Александр Сергеевич, забрасываем Керченский пролив совсем и все. Я поздравляю вас, конечно, с гениальной идеей. Я бы хотел присосаться к ней немножко. Тоже, на 1 миллиард, на 1 миллиард пускаю. На 1. Это как раз настоящая геополитика. Вот именно. Спасибо вам большое. Но она реальна? Но она реальна? Конечно. Ну, инженерный, дайте ответ. Инженерный, товарищи, дорогие. Дайте инженерный ответ. Реально или нет? Это геополитика, безусловно. Во всех смыслах этого слова. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, вы инженер. Я сам в Керчи родился и знаю эту историю. Очень хорошо. Я тоже. Я тоже. Да, родился в Керчи, сиди и молчи. Помните? Прекрасно. Прошу вас. Ну, если вы предлагаете перекрыть пролив, то там не будет возможности горы совершать миграцию из Азовского в Черное море. Будет, будет. Через перекоп. Мы же откопаем перекоп, понимаете? А там Сиваш. Там никакая рыба туда не пойдет. Постепенно пойдет, потому что он проветрится. Сиваш проветрится. Если мы пустим туда воду Дона, как бы переполняющееся Азовское море будет выходить оттуда, Сиваш поменяет характеристики. Мы с вами за Джанкоем уже будут прекрасные пляжи, а сейчас там вонючие пляжи, вы знаете. Ну, да. Ну, вот. А мы туда пустим. Там Свежак пойдет. Свежак. Он выгонит всю эту тухлость. Понимаете? Свежак-то должен тысячу лет идти, чтобы тухлость выгнуть. Я не думал, что-то еще. Причем, мы и так, мы и по-вонючему купались. А уж если свежая вода пойдет, так мы тем более станем купаться. Ну, если вы в Керчи купались, там бухточка, да, в Керчи в самой. Нет, вы имеете в виду генеральский пляж, генеральский пляж вот сюда на север, значит, на Азове имеете в виду? Нет, я имею в виду прям саму бухту, которая находится в Керчи. Ну, там городской пляж после дизентерии закрыли в 71-м году. Вонючка так называемая даже. Нет, 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 на Войково не купаюсь, на городском не купаюсь, только в Героевке купаюсь и в Аршинцеве. Все. Только в Героевке и в Аршинцеве. Спасибо. Нет, товарищи дорогие, тебя не смутишь знанием Керчи, понятно? Я ее знаю. Я ее знаю. Продолжение следует...